Привет, друзья! Прибыл я в город Герой Тула Будем здесь денек Так сказать, проездом Ну и погуляем по Туле Посмотрим, что здесь и к чему Мы, как всегда, без подготовки Но, говорят, здесь неплохая набережная Так что проверим, посмотрим, погуляем Кремль посетим, ну и по городу Прошурнемся И посетим футбольный матч Сегодня играет Арсенал и Краснодар Все, идем гулять, но сперва зайдем в Мак Либо в Бургер и выпьем по кофе Все, гуляем по Туле Ну что, выпившись в Макдаке Вышли на набережную реки Упа Здесь это не приоритета Украинской повстанческой армии А набережная, между тем Весьма все симпатичная, как по мне Внизу самой воды На протяжении всей набережной Сделана длиннющая лавка-скамейка На которой можно посидеть Ну и при большом желании Можно и полежать А на том берегу какая-то проблема с газоном Судя по всему, его покрасили В какой-то ядовито-зеленый цвет Зачем-то А здесь с газоном все отлично Зелененький, красивенький, постриженный Красота Кстати, на той стороне реки Находится оружейный завод А там уже вот и Кремль виднеется На набережной высажены деревья цветущие И я предполагаю, что это яблони Но я еще тот растеневод Исполнена набережная по мне так на отлично Во всяком случае на ней комфортно находиться И гулять Вдоль набережной располагается забор На котором представлена история Для этого места С картинами и со всякими историческими справками Вот так вот красиво задекорировали забор Здесь даже присутствует велодорожка Вот такая вот Сделано разное покрытие Чтобы люди на нее не заходили И велосипедисты не съезжали Вот люди здесь катаются Классно Тут на набережной присутствуют Всякие развлекушки для детей Вот качели, карусели А вот сам Кремль У воды сделан деревянный помост Или пристань И спускающаяся к ней вот такая вот Лестница-скамейка Некоторые доски уже отрываются Пора бы делать ремонт А это все та же ленющая лавка-скамейка вдоль воды И на ней вот так вот сидят люди По мне так сделана набережная очень круто Даже в Орла мог бы, наверное, брызнуть На набережной даже детский городок есть Весьма неплохой С очень крутым покрытием При резине Крутой детский городок такой Складывается впечатление, что на этом детском городке весело интересны не только детям, но и взрослым И это правильно, и это круто Здесь даже есть штуки для скалолаза В общем, очень все круто Ты-то куда полезла? Это, оказывается, даже целая полоса препятствий В общем, для детишек здесь настоящий рай Везде бы такие площадки делали Было бы очень хорошо Также здесь имеются столбы для настольного тенниса И вот здесь вот площадка Видимо, зимой здесь заливается каток Да, вот хоккейные ворота стоят А летом здесь вот баскетбольные кольца И ворота стоят Вот ребятишки играют Ну, в общем, круто И покрытие, кстати, кайфовое Мягкое Не так, как у нас в детстве Гарево поле было И два камня вместо ворот Окопы разъезжают по территории набережной Вот на таких вот электрогольфкарах А сейчас идем в Тульский Кремль Посмотрим, что там И как там Вход свободный Это уже радует В музейно-выставочный комплекс На территории Кремля Выполнено стекло и железо И смотрится очень стильно Он покрывает пространство Между двумя кирпичными зданиями Решил зайти В этот выставочный комплекс Ничего так здесь Симпатичненько Ну и раз зашел уж То посетил музей истории Тульского Кремля За 150 рублей Узнал ценную информацию Например, как и зачем Строился Тульский Кремль А также, что он был построен В 16 веке В начале 16 века В русском государстве В противовес участившимся На веках Кремский хорд Стала создаваться единая линия Пограничной обороны Великий князь московский Василий Третий Незамедлительно принял меры К укреплению Тулы Которая всегда защищала Москву На южном направлении И полюбовался на макет Кремля С домами на его территории Сам музей расположен в одном небольшом зале Где скучает смотрительница Ну, собственно, на этом наше знакомство С Тульским Кремлем и закончилось Ну, друзья, прогулялись мы по набережной и по Кремлю Набережная вообще огонь Прям вообще крутанская Мне очень понравилось Ну и Кремль тоже ничего Можно посетить, погулять Ход бесплатный Просто прогуляться Советую Ну и все Вышли в город Сейчас находимся, наверное, на главной площади города Площадь Ленина Потому что она вот У здания администрации находится И, наверное, сейчас пойдем гулять по городу Ну, не, наверное Пойдем гулять по городу И где-нибудь перекусим Точнее уже отобедаем Ну и потом будем двигаться к стадиону на футбол Идем по центральному проспекту Ленина Наверное, центральный проспект Ленина Все какое-то в рекламе В вывесках Дома в разном стиле Пока такси В общем, прогулка по городу оказалась недолгой Голод победил желание гулять по городу Тем более город обычный И гулять здесь особо негде Ну, во всяком случае Я мест не нашел, где прогулать И, в общем, жду огненных комментариев Что я ни хрена не видел И не был в музее пряника и самовара Пробежавшись немножко по центру города Решили отобедать в таком крафтовой пельменной Называется «Леким и варим» В общем, мы взяли пельмени Мамин сибиряк Потом в пельмени черный бык А, белый бык, черное ухо Я взял себе борщ Беграшен борщ называется Ну и взял пиво себе Называется «Гусничный гамбит» Дорьковского пивоварня За все про все у нас ушло Тысяча тридцать рублей Ну, еще взяли соцепили И соус кичины остазывается Еще здесь такая тема И что бульон в пельмени стоит 50 рублей Биграшен борщ Интересно Ну что, друзья, собственно Вот тут мы только что и покушали Теперь сейчас прыгаем на транспорт И едем на стадион Ну что, в принципе, я наелся Но пельмени не брызг В Новосибирске в кафе «Пельмен» Были гораздо вкуснее Вот там были вообще бомбические На стадионе едем на маршрутке Машинку стоит 20 рублей Как общественный транспорт Что, приехали к стадиону? Сейчас закуплюсь мерчом Для друга И будем идти на стадион Посмотрим, что за стадион здесь в Туле Ну вот, пришли мы на стадион И буквально через 20 начнется матч Сейчас пока похожу, погуляю по стадиону Посмотрю, так сказать, красавец стадион Нанотехнологии применены на стадионе в Туле Смотрите, какие штуки на входе выдают Типа пакета Накидка на стул Чтобы не пачкать задницу На стадионе продают семечки Представляется пакетом для мусора Сервис Довольно неплохая шиза происходит на центральном-то секторе С барабанами, залагающими И с мальнообычными явлениями Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А это сектор активных фанатов арсенала. А тем временем Краснодар забил третий гол и народ массовый пошел домой, не дождавшись конца матча. Все, матч окончен. 0-3. Победил Краснодар. Хоть Арсенала проиграл Краснодара, но болельщики все равно благодарят свою команду за сезон. Тем более, что это самый удачный сезон в его карьере за все время выступлений российской тренер-лиги. А это между тем был последний домашний матч для Арсенала. Футболисты Краснодара. Свои футболки все отдали болельщикам. Сейчас не может. Голхоз на улице. Хоть семечками давали пакет, но вот результат. Организация мероприятия просто на уровне, на высочайшем. Просто топчик и вышка. Весь народ с нашей трибуны, с этой большой, выходит в одну калитку. И вот народ после окончания мячика вот так вот толпится на выход. Ну что, друзья. Через 20 минут после окончания матча мы вышли со стадиона. Ну, стадион с прошлого века, конечно. Мне напоминает стадион Динамо в Махачкале. Бывал я там, кстати, очень давно. И вот здесь тоже организация такая же дырявая. Ну и все вытекающие. Один туалет на всю трибуну. Один выход на всю трибуну. Ну, как-то все это не так. Ну, все. Наверное, наш день в Туле подходит к концу. Сейчас заедем до вокзала, что-нибудь перехватим в поезд и в Москву. Ну что, друзья. Финализирую сегодняшний день в Туле. Что хорошего, что понравилось мне в Туле, это набережная. Набережная вообще огонь, да? Ну и Кремль неплохой. Но все остальное, ну, такое, обычный город. Туристической привлекательности практически нету. Так-то один день погулять, походить по центре клуба, по набережной, по Кремлю. Ну и все. Ну, это мое мнение. Здесь также есть музей самовара, музей пряника тульского, музей оружия. Ну, я музей не люблю, поэтому все мимо. Так что, кто был в музеях, можете написать, как там и чего, и стоит ли туда, и стоит ли их посещать. Ну, а на сегодня все. Сейчас уезжаем в Москву, а из Москвы в Питер. Все, спасибо, что смотрели. Всем пока. Увидимся еще. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok